Вот поневоле вспомнишь небольшой как трактат Солженица Александра Исаевича «Жить не по лжи». Даже на кухне и все. Не веришь в этот коммунизм? Зачем ходил с плакатами? Если ты не веришь, что от этого и зачем идешь в эти крестные ходы к мощам? У нас-то есть о чем подумать. Игнат Тихонович, я вот зашел, хотел с вами обсудить. Там сбросили в группе ролик, называется «Олег Стеняев. Как я один день не врал?». Он рассказывает случай, как он решил в один день говорить только правду. У меня был случай такой интересный, я его как-то давно рассказывал, может быть, многие не слышали. Один день я решил не врать. Только один день. Потому что это очень тяжело на самом деле. Я решил всем целый день говорить правду. Я тогда снимал квартиру в Москве, не там, где я сейчас живу. И была домохозяйка. И вот с утра я встаю, помолился. Я в этот день был помогающий священник. Я пошел позавтракать. Ну, как диабетчик, там, таблетки принял. Она меня спрашивает, ну, как суп? Я говорю, суп плохой, какой-то безвкусный. Ну, в другой бы ситуации я бы сказал, ой, так все хорошо, спасибо. Ну, я решил один день говорить всем только правду. Она так на меня посмотрела, говорит, ну, вот кофе или чай будете. Я говорю, давайте лучше чай в пакетиках, а то кофе у вас как-то плохо получается. Когда я выехал из этой квартиры, она уже звонила моему настоятелю на ордынку и говорит, у отца Олега что-то настроение плохое сегодня. Попробуйте его как-то там успокоить. Может быть, какие-то переживания у него. Настоятель говорит, я ничего не замечал, но да, обращу внимание. Я приезжаю, значит, там настоятель служит. Я помогающий, я захожу в алтарь, приветствую. Он спрашивает, как здоровье, как настроение? Я говорю, не очень, плохо спал, с утра головная боль была. Ну, если диабетчик вовремя не поест, он даже может проснуться от головной боли. А настоятель привык к тому, что я всегда говорю, все отлично, все хорошо, слава Богу. Ну, чтобы никого не обидеть. И он так это напрягся. Под конец службы он подходит ко мне и говорит, может быть, ты сразу не поедешь на квартиру, отдохни здесь, в церковном доме. Я говорю, отец Борис, я здесь не могу отдыхать. Там ваши внуки бегают, все время шумят, топают. Тут не уснешь, я поеду. Он так посмотрел на меня. В общем, под конец дня начали мои духовные чадо созваниваться друг с другом и выяснять, что со мной произошло. Некоторые дозвонились до меня. И, представляете, они задают вопрос, а я решил отвечать прямо. В общем, все кончилось тем, что приехало там человека три, тут плюс домохозяйка, настоятель звонил. Ну, говорят, может быть, госпитализацию пройти как-то там, кровь почистить, как-то нервную систему успокоить. Настоятель готов даже оформить отпуск, съездить на море. Тогда это было возможно. Это один день. Один день. И все восстает против тебя. Все восстает против тебя и начинает бороться с тобою. Мне интересно ваше мнение. Вообще, как... Как-то вышла небольшая брошюра Петра Мещеринова. Он хорошо писал. А назвал так. О некоторых недостатках в нашей церкви. Я ему написал сразу. Название совершенно не соответствует. То есть, о некоторых, о которых можно сказать. А все сказать тебя выгонят, как Андрея Кураева. Что уже церковь, это не церковь, а считаем мы там 32 глава из Икииля, там 23 об этом говорит. Что она уже на вторую букву Алфа это называется. Со всеми она прелюбодействует. С родственными египтянами. С жестокими коммунистами, с фашистами, со всеми. Вот отец Олег говорил, то другое. Но я только гляну на него. Я к нему ничего не имею. И хочу сказать. Он должен был назвать, как я не сумел прожить даже одного дня без вранья. Вот как ролик надо было. Он здесь соврал, я ему сейчас скажу, сколько раз. Соврал не один раз. В первую очередь пожилой человек. Живет в городе, нет квартиры. Понимаю студент. Учится в другом городе, мы были на квартире. Я не хотел квартиры. Но если ты у Бога есть. Сын Божий не имеет, где главу преклонить. Но детям своим он дает. Он показал, что вот если будет по-другому. Я вот ни одного здесь дома не строил. Но одновременно у меня только в городе Барноле 4 квартиры было. А почему? Да потому что я покупал, где бабушки, около храма, через один дом. Храм-то был один. И отовсюду приезжали. А когда везде храмы настроили, они перестали приезжать. А дом-то остался, квартира-то осталась. Я теперь знаю молодые, которые женились, у них негде жить. Тогда и квартиру им, или они там продают и прочее. Теперь, та, где до этого я жил, там на строительном, я передал ее другому. Теперь оформляйте, сами делайте. Надежда Васильевна с ними ездит, чтобы забрали меня. И здесь, где я сейчас нахожусь, у меня здесь два дома. Они как с неба опущены. Это первый вопрос. Второе. Хозяйка спрашивает о пище. А почему она его спрашивает? Потому что видно, что его комплекция за счет излишки, который он съел. И для него очень важно, как это будет. Лишний раз не пошевелится. Он нигде не показывает, что копает землю, пилит дрова, колет там. Или что-то в воду качает. Нигде этого нет. И он больной-больной. Килограмм 60 лишнего весу. 50. И поэтому она спрашивает его о пище. А меня никто не спрашивает. Давай я просто буду сравнивать. Почему я такой же человек. И вижу, что все это вранье. Хозяйка спрашивает. То есть она знает, что ему надо угодить. И она готовила, а те дни он не говорил. Он болел от этой пищи? Нет. А почему вкусовые присоски на языке требуют шоколада? Второе опять. Кофе. У меня кофе под запретом. Чай под запретом. Какао под запретом. Он уже должен был сказать. Мать, я опомнился. Ты смотри, меня разборанило. Какая морда-то какая. Посмотри. Ты посмотри на мою ряжку. Я не залажу вебку. Чтоб больше этого не было. Кипяченый, не кипяченый, сырой почерпнул. Понимаешь? И здесь идет неосознание того, что я решил так сказать. Но 32 человека смотрели, он не видел. Он не мог за ночь сделать звонким, тонким и прозрачным. Дальше. Хозяйка заботится о нем, потому что он раньше не говорил. А если правду говорить, это что-то ненормально будет. Потому что теперь она должна подумать, что тогда, тогда был он прав. А он как раз тогда-то и был неправ. И она бы услышала Патрия и сказала, как хорошо, что пища не понравилась. Ты есть не будешь. Только нигде, отец Олег, не бери. Себя постепенно, эта дурнина-то, чужое сало на своих костях-то умрет. Она пыталась, но нет. Они его кормят, дарят, как борова какого-то на заколение. Как Златоуз говорит, тебе еще в жертву хотят принести. Отдельно тук, отдельно мясо. Вот давайте только первая хозяйка. Хозяйка там бы тоже сказала, смотри. И позвонила бы и сказала, на него не угодишь. Я уже даже не знаю, кормить его или нет. Пусть сам готовит. Здесь тоже вранье началось. Она по-прежнему стоит за то, чтобы он ел по полной, ну как Крылова. Иван Андреевич Крылов. Его звали Обжорка. Обычно было шесть блюд. И он поднимался, молился всегда и говорил, да, много ли человеку надо. И когда просили там Пушкин, другие остатки, он говорит, нет, у меня дома стерляжья уха. Я поеду домой. Дальше. Которые там о чем заволновались-то? Он правду говорит. А он-то должен был сказать, я сегодняшний день решил пожить без вранья. Без вранья. Так я вот хотел сказать вам, я священник-то не священник. Я раньше времени рукоположен. Я не гожусь для этого дела. Я молчал и скольких людей мочил, не крестил. Я сегодня понял, без вранья, то-то вранье, которое у тебя было, ты должен вынести его на селдарос без вранья. А не то, что сегодня без вранья, там грабил не отдал, завтра буду убивать не отдам. Один день я посижу паенькой, подпоявшись поясом живые помощи. Эээ, нет, не пойдет. Он должен был им сказать так. Без вранья я понял. Жест в царстве Божия не наследует. Считаем откровение 21 глава. Всякая неправда есть грех. Итак, я незаконный священник. До 30 лет рукоположено. Раз. Дальше. Я видел, как я даже, он там один держит бочку, а он из бочки щерпывается. Солдаты, одевшие, стоят, вертся, в полной амуниции, и он их крестит. Как он их крестит? Ну, безолжитных, теперь тут, а ложь выбери. И скажи, больше так не буду делать, и ты дальше будешь лгать. А мое, которого слышат сейчас, он против, будет сразу говорить. Я их хорошо знаю, а я к нему ничего не имею. Самое доброе расположение. Он у меня был здесь, в лагере, приезжал. Я могу напомнить, с кем приезжал и как. Не в укор ему, а для того, чтобы они лишнее не говорили. Я посещал его в больнице в Москве, а он меня не посещал. Почему? А я и не был тут в больнице-то. Итак, настоятель, которые священники свои, он бы всем это должен сказать. Вы обманутые мной, и я враль пустейший. Как говорил Владимир Сергеевич Соловьев об Орнесте. Говорил, пустейший враль. Я это именно скажи, враль. Я обманывал вас, вы не крещеные. И где нужно было возрождать души, я удушал их. Я их душил. Я нарушал 50-е апостольское правило. А таких я сколько наобливал? А везде говорил, надо полное погружение. Лжец. Говорю одно, делай другое. Как священник говорит, крещение, это полное погружение. И стоит ребенок над купелью держит, и рукой на него поднимает какую-то воду. Вранье сплошное. Ему из этого не выйти никогда. Если выйти, надо только путем, которым идет Андрей Кураев. Прямо увидеть. А где такой пример? Где? Отец Передон Кисляков. Он отправлял людей на смерть. А потом понял, сумасшедшие офицеры и другие, что говорят, книги-то выходят сейчас. А я когда еще тогда-тогда первый раз просчитал, думаю, чем же он кончит. Ко увидит, нет, увидел. А можете назвать еще другое? Не могу. Я близко знаком был с отцом Дмитрием Дудко, самый популярный священник. Ну, у меня только интервью не опубликовано с отцом Глебом Якуниным. 16 часов интервью. Дальше. Хорошо я, ну, беседовал не один раз на дому с записью у меня отца Александра Мения. И ни один, про других не говорю, там, которые знают Кощетков, хорошие батюшки. И множество, только за счет послабления, как они экономия называют. То есть каноны топтать, а на сегодня понравится. Вот что есть за этим. И поэтому, если включить сегодня жить не по лжи, о чем говорит Александр Исаевич Сложеницын, я сразу скажу, государство развалится. Развалится, потому что все ложь, их убирать надо. В милиции, полиции, какая отчетность, как они сейчас где-то показывают, кассу ограбили, ну, миллион утащили там, ну, и полиция вовремя прибыла, ну, они какие-то мелкие карты, они взяли там, ну, 250 тысяч, а 250 миллионов увели. И они эти деньги, чтобы нет, договорились сразу раз в машину под сиденье. И забыли, что наружное наблюдение. Теперь их судят, эту милицию, которая приехала по вызову. А сколько такая полиция, милиция убивала, сколько грабили во главе этих банд стояли милиционеры. Это все писали по Ростовской области. Там женщина-капитан в другом месте, священник, машины воровали, перекрашивали то другое. И какой-то настоятель руководил этой шатей и братьей. Я сразу в ответ, а вы еще не солгали? Может, где-то я и солгал, но я не знаю. Я помню только одно, вот в окно смотрю, в храм люди заходят, а мы тут печатаем с Напанаилом. Он печатает, я говорю, я гляжу, никого нет. Оказывается, батюшка объявил, что день прибавляется, на час раньше будет. А мне тут идти всего пять минут. Ну, семь минут перед этим заходим, но до двадцать минут я бы вышел, никого нету. А когда пошли, оказывается, служба идет уже там пять минут, что ли. Вот как дело-то обстоит. Я сам того не знаю. Или о погоде, какая погода. Я посмотрел, такая погода. Я говорю, завтра такая погода. Надо было до информдюро, я говорю, Воханшау немецкая. Говорит так, а у них, говорит, с ясной погодой, а дождь идет, им звонят. Вы хоть в окно-то посмотрите, хоть руку-форточку выстунете, еще же врете-то. Искали, как же в Швеции, самого сильного врага, который врет. И оказалось, это, ну, смотрят за погодой, которая. И бывает, говорит, иногда врут, врут, да ошибутся и правду скажут. Вот у нас то же самое у священников. Им рта раскрыть нельзя на эту тему. Никак. А если они любят, любят свое дело, должны сказать так. На первом месте должна стоять не литургия, а проповедь. В церкви шатание. Кто попало, заходит. Оглашенно из-за детей не выполняется. Литургии верных нету тогда, если нету. Из-за детей, а потом литургия верных. Это обман на обман. Подряд. Кто хочет умереть? Они должны выйти и сказать, кто хочет умереть, подходите. Кто хочет заболеть, подходите. Почему недостойно причащаются? Зато многие больные немало умирают. Вот это мы должны расслышать, когда он стоит с чашей, зовет и кричит. Кто не причащался? То есть кто еще здоровый? Подходите, мы сделаем больными. Кто еще не умер, подходите, мы умертвим вас. Вот что за этими словами стоит-то. А он как врал, так и будет врать. Дальше я понимаю, Никитин. А вы? Я прошу обличить. Как священники собрались меня обличать. И главное, два или три Андрея. И все они начали говорить. Ты знаешь, как они... Вы же далеко ездили, да, вы знаете. Если пойдет человек там выйти, надо застан. И лопатка должна быть, и испражнение зарыть. Я говорю, а в чем ошибка-то? Ну, вы же ездили, ну. Надо же зарывать. Так у меня лопатка была, этим делом занимался я. Да, я выкапал, пласты рядом, а когда уезжали, Сергей Павлович обязан был закрыть. И так мы делали. Никто не найдет мобильный. Мы все заравнивали, ничего нету. Да. Ну, а написано, с евреями в бане не мыть. Я вообще в баню не хожу, заразу собирать. Ну. Ну, я не хожу, как я могу нарушить? Ну, а с евреями нельзя, там, заходить, обедать, а где-то я не захожу. Ну, вы же дороги бываете, у меня все свое. Ну, а бывает не свое. Бывает, мы батон купили с батюшкой, переломили, сели на скамейке, в снег каждый толкнет в рот с водой. То есть подыскиваются и ничего не могут найти. Я говорю, вы нарушаете из 719-14-13 правил. А мы ни одного. Я не ищу. Нигде нет, тишина, денег нигде нет. А убери деньги, то здесь половина уйдет нарушений. Убери, и разговоров не будет. Не покидать. А он ушел. Ушел, это другой разговор, его держать не будет. Иуда ушел. Все оставили меня. Да не вменится, им говорит Господь. Это апостол Павел. Понимаешь как? И поэтому я вот на такое смотрю, не радуюсь, что он сказал один день без вранья. А он один день даже не проживет. Все выпадет из рук. Раз без вранья, ты сегодня должен объявить немедленно патриарху и всем, что ты знаешь истину. Правителям написать. А вы пришли всем до одного. Генеральным секретарям, горкомной партии, в ООН. Я везде писал. И это за свидетельствами, тюрьмами и лагерем. В 26 лет меня психиатрия убивала. А их пальцы не трогала. Как Осипов. Профессор в то время, когда близко не подпускали верующих к семинариям. Говорили, вы слышали? Новость-то какая. Говорят, кто-то закончил духовную академию, остался верующим. Да бросьте брехать-то. Да сроду этого не было и не будет. Там вышить из тебя все, что есть. И поэтому упрекать меня, когда я говорю, что они академию кончали, что-то владеют там, не знаю, японскими, турецкими языками. У меня ничего нет образования. Мою душу никто не корежил. Я душу свою формировал по молитвам святых и у Христа на коленях. Благую и счастье сбрав. Поэтому мои труды оживут в полной силе, когда меня не будет. Конечно, я возлагаю надежду на моих друзей. Мертвый сам за себя не заступится. Грязь будут лить тоннами. Хвалебные гимны закажутся до святого, что умер я. А для меня это не касается. Я знаю, незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнет и улетит. И оно, проклятие, пойдет на волосатой теме беззаконника. Они ничего не знают. Поэтому ролик этот насмешливый. Он все смеется где-то. Ему плакать и плакать надо учиться. А он все смеется. Ну, как в Чечне был, выезжал, остановили и говорит, тут под попа играет какой-то. Пришел, ну, может быть, террорист. Он посмотрел. О, говорит, рожа красная и пьяная. Настоящий поп, пропустите его. И сам говорит, и хохочет. Ну, видели, может быть, это. Видел, видел, видел. Где он в Индии там был, тоже там играли. И все у него смех и смех. И слышно, как люди хохочут. Ты, говорит, так, чтобы горело под ними. Солицы под ним туда. Вы коснитесь здесь. Ко мне вот приезжали от Кочеткова. Так на улице еще не вошли, переодевались. Множество это за счет того, что все позволено. А ты покажи, как, чтобы ни одна брюки не надевала ни дома, ни на даче, нигде. Она надевала, сверху, чтобы была юбка. И уже на этом захлебнетесь. А если оглашенно изойдите, двери, двери, я и говорить не буду. Но может где-то есть. Они исключили это. Слова эти не делают и не нарушают. Как один говорит, чтобы нарушения не было, я убил его. Я говорю, а как ты убил? Ну я пришел, отец, не родной, говорит, отец был, я сидел с одним. И он говорит, отчим. И стал говорить, я пьяный был, я нож схватил прям со стола и ударил, и зарезал его. Мать закричала, я подумал, мне так жалко, она плачет, я тоже зарезал ее. И обоих рядом положил. Ну и пошел с товарищем и выпивал. А уж на третий день нашли. Вот так эти священники. Они желают добро сделать, добро убив человека. А вот они не готовы для этого, не готовы. Почему у нас были готовы? У меня в университете шли занятия. Подготовка шла, 500 академических часов полных. 500. У них два раза сказали, хотя бы минут там по 10, по 20. Священники забунтовали. Один раз хватит 5 минут. Они наемники. Я отвечаю, пираты захватили корабль. Один из пиратов, вот и говорить, не брал. Вранье. Лжецы. Их огонь ждет вечный. И не пройти это мытарство. Я хотел бы добавить, раз уж на то пошло разбирать, может посмотрит он это видео-то. Когда-то он сказал по поводу оружия и сослался на Писание. Он говорит, Матфея 26 глава 52 стих, Олег Синяев сказал. Тогда говорит ему Иисус, Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. И вот Олег Синяев толкует, он говорит. Этими словами Христос благословляет человека, защищающегося и отвечающего на агрессию. Ну, я, естественно, сразу же, когда эти слова увидел, я сразу же залез. Ну, я толкование-то знаю. И я посмотрел толкование всех святых отцов, которые на этом месте существуют. И ни один, ни один не говорит, что это благословление. Но все до одного наоборот говорят. Златоуз говорит. Христос упрекает Петра со страшной угрозой. Феофилак Болгарский говорит. Наставляет не пользоваться мечом. Хотя бы и за Бога, кто думал ответить. За Бога, даже если ответить, запрещает пользоваться мечом. Ефимий Зигабен. Этим, конечно, запретил и всякое оружие. Лопухин. Запретил всем людям иметь меч и употреблять его в качестве защиты для производства насилия. То есть, Олег Стеняев истолковал это местописание в точности противоположное от святоотеческого толкования церкви. И выдал, как будто это от церкви. И следующее, он сосался на другое место. У Луки, 22 глава, 36 по 38 стих. Он говорит, там написано. Тогда он сказал им, но теперь кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою, купи меч. И посказываю вам, что должен исполниться на мне и сему написанному, к злодеям причтен. И вот, ибо то, что о мне приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, довольна. И здесь Олег Стеняев толкует. У апостолов было два меча, когда они спросили Господа Иисуса Христа. В то время, мечи были запрещены. И говорит дальше. Но словом, довольна, он разрешил им пользоваться оружием. Разрешил. Ну, естественно, я открыл все толкования святых отцов. Все, которые существующие вообще. И Златоуст что говорит? Так что, неужели вооружает он учеников? Тот, который сказал, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Тот, который заповедовал благословлять злословящих, терпеть оскорбления, молиться за гонителей, потом вооружает учеников и притом одним мечом? И какой был в этом смысл? Если бы непременно нужно было вооружить, то надлежало бы снабдить его не одним только мечом, но и щитом, и шлемом, и латами. Подлинно, если бы он намеревался устроить это по-человечески, то кому не показалось бы смешим такое повеление? В самом деле, хотя бы они взяли бесчисленное множество такого оружия, и тогда 11 человек, что значили бы перед такими нападениями, кознями, стольких племен, властителей, городов и народов? То есть, и он говорит, для чего же он говорит это? А для того, чтобы указать на козни иудеев и на то, что они намереваются схватить его. То есть, он имел в виду, что они его просто схватят. Он не говорил им, как бы, что вооружайтесь. Нил Сорский тоже так же толкует. Он говорит, что это, то есть для нас, говорит, меч это слово Божие. Эта речь, говорит, не о вещественном мече. Максим Ивсповедник тоже говорит, приобретив в Слове Божьем тот навык, отделяющий худшее от лучшего. Феофилак Болгарский тоже толкует, что это речь не о том, что надо меч брать. И Лопухин тоже говорит, словом о мече Господь хочет сказать не то, что ученики во время своих миссионерских путешествий должны будут прибегать к защите себя оружием, так как Господь неоднократно внушал им, что сам Господь за них будет, когда нужно защищать. Нет, Господь хочет этим сказать, что отныне его для учеников наступают времена крайне тяжелые. Против них вооружится весь мир, и им нужно быть готовым ко всему. То есть мы видим, как и здесь в данном случае Олег Стеняев почему-то, зачем-то перетолковал, и все наоборот, от светоотеческого толкования церкви. Хотя каноны церковные, 6-й Вселенский Собор, 19-е правило, говорит, что церкви можно толковать только так, как изъяснили святые отцы, а никак иначе. Вот хотелось бы, если он услышит, то пусть хотя бы за эти слова свои, то, что он неправильно перетолковал, скажет. Нет, он по-другому не может, он по-другому не будет говорить. У них страха Божия никакого нет, он много смеется. Он так и будет говорить, иначе его уберут. Они должны защищать все, что построили коммунисты. А на той стороне, если там, что фашисты? Они не понимают совершенно, что суд Божий будет, он об этом даже думать не хочет. А вот написано мещи, а куда их обратить? Ты на эти мещи напоролся, уже не вылезешь оттуда, ты сам себя поразил. Слово Божие мещи бою заострый. Он больше всех пользуется Библией, и чем больше дальше идет, все чаще он идет вопреки святых отцов. А народ-то ничего не знает и думает, да, так и есть, надо идти умирать, защищать родную коммунистическую шваль. Вот так. Хорошо, когда Бог открывает истину, и дальше этого идти не надо. Нигде не солги. Вот за это шестого вселенского девятнадцатое правило и сокройся. Не знаешь, посмотри. Тем более у нас полное толкование нового завета с откровением. Трехтомик красный. Мы вооружены. Говорит, ты можешь спать безопасно, да. Каждый день молимся об Олеге Синяеве. Каждый день. По семь раз в день его поминаем. Да, мы каждый день молимся о нем. А он нас знает, молится или нет. Да вряд ли. Любят много спать. Причина вот этой рыхлости, обжорства, лень. Второе. Многоспанье и беспечность. Вот четыре. Нигде не взволнуется. Плакать не будет. Вот четыре причины, чтобы нормальный человеческий образ. Бог-то тебе не давал такую утробу. Как они мне стыдно перед народом появляются. Я гляжу, вот каждый раз, как говорят, щеки сюда, нот провалился, там невидатель засала, и глаза, и все. Да еще людям грамота, когда тебя видят, попыток, посмотрите, какие жирные. Я с одной переписывался, мусульманка говорит, у нас мулдашки-то, мулы, точно такие же, жирные. Страшно смотреть. Ну ладно. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да даст Господь им раскаяние, чтобы прожили не по лжи. Раскаялись во всем, как спиридон кисляков. Вот такое покаяние Бог примет. А они же готовят, сколько их благословляли, сколько благословлял Дмитрий Смирнов, конца края нету, и ушел. А люди-то не вернулись. И внутри, куда только они благословляли, в Афганистан и везде, даже на Олимпийские игры в Китай поехали, священники молебен служили, они продулись в пух и прах. Китайцы знают, как там подавать, какой допинг. Они все выиграли, эти проиграли. Ну, вот так, жить не по лжи. Ну, все, спасти Христос, Игнатий Николаевич. Слава Христу, отошел.